всем привет дорогие друзья мы сейчас с вами находимся в районе бекташ это район который находится за объездной дорогой если говорить где именно то вот я сейчас стою за мной море то есть это район который находится на террасе здесь расположено большое количество вилл и вот вы видите всю всю аланию вы видите друзья сегодня 29 января и мы с вами приехали в парк который называется тавшан даме находится он на возвышенности с которой открывается просто невероятный вид на аланию в этом парке мы с вами уже были этот парк я вам уже показывал поэтому в описании к этому видео смотрите ссылку на то как этот парк выглядит ночью и были мы также здесь днем поэтому смотрите в описании ссылки на видео на видео когда мы были здесь ночью и днем ну а сейчас мы приехали в январе месяце и несмотря на то что идет такой мелкий дождик все равно очень классно какой вид открывается отсюда на аланию посмотрите какие потрясающие горы ну и конечно же видите грозовые тучи за мной а над морем светит солнышко которое прорывается сквозь сквозь облака в пасмурную погоду на аланию открывается вот такой вот потрясающий вид этот парк был построен открыт в прошлом году 2018 году в апреле месяце и в этом парке чуть дальше есть кафе здесь есть амфитеатр я вам его сейчас покажу и когда вы приезжаете в аланию обязательно посетите этот парк и днем и вечером потому что днем открывается потрясающая панорама на море бесконечное бирюзовое красивое средиземное море ну а вечером город зажигает огни и конечно же ощущение не перевод непередаваемый от этой красоты ну а вот так вот алания выглядит 28 29 января 2019 2019 года здесь также есть амфитеатр где проходят концерты и разные интересные события ахмед как дела хорошо 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 вот он амфитеатр и посмотрите на каком фоне вот бурхан бурхан как делает прямой эфир на фейсбуке не забывайте заходить на нашу страничку на фейсбуке где мы делаем прямые эфиры ссылка на группу в описании не будем мешать их она и пойдем вниз смотреть амфитеатр да амфитеатр конечно же небольшой но представьте когда вы сидите здесь и вместо занавеса на заднем фоне на заднем фоне представления или концерта открывается вот такой вот просто потрясающий вид на город красота невероятная как я вам говорила всегда алания в любую погоду прекрасно прошлый раз когда мы здесь были по моему мы были в сентябре месяце или в октябре уже точно не помню но в сентябре месяце здесь уже шел дождь и мы смотрели приехали смотреть сюда на молнии невероятно красивое было зрелище солнышко уже пробивается я надеюсь что завтра будет хорошая погода сегодня дождика не было ну так мелкий дождик шел но очень-очень конечно комфортная погода для января месяца вон там наверху айхан стоит в общем друзья обязательно приезжайте в этот парк в этот парк можно доехать на автобусе номер восемь из центра алания описано в описании к оставлю ссылку на этот автобус на расписание этого автобуса ходит он не часто но если вы не на машине и не на мопеде то можете приехать на автобусе автобус ходит несколько раз день ну в посылке в описании обязательно посмотрите здесь как я говорила есть кафе чуть дальше есть детская площадка сейчас мы поднимемся чуть выше есть фонтан и есть очень интересный мини музей ну и конечно же разные кафе небольшие ресторанчики ресторанчики где можно купить мороженое сейчас они я думаю что сейчас они закрыты ну а летом конечно же все эти магазин вот мы поднялись чуть выше здесь есть фонтан и если пройти мимо фонтана то можно попасть в кафе сейчас мы поднимемся с вами повыше я покажу вам панораму оттуда там также есть большие вот это самая верхняя площадка этого парка и отсюда можно увидеть набережную весь город просто как как на ладони внизу расположены беседки в которых можно отдохнуть и вот они буквы алания расположены в очень интересном порядке на них любят фотографироваться все кто сюда приезжает например как сейчас вот так вот из букв складывается слово алания напишите обязательно в комментариях были ли вы в этом парке когда-нибудь ресторан в этом шатре расположена детская площадка и парк не очень большой но вида отсюда открывается просто невероятные посмотрите какое небо темная прям черная будет дождь там идет дождь а здесь у нас солнышко и вот так вот обойдя можно приехать в ресторан покушать попить чай кофе детки могут поиграть и конечно же можно просто приехать парк открыт для всех он бесплатный вход сюда конечно же бесплатный можно приехать и просто насладиться насладиться панорамой на этой небольшой улочки расположены сейчас посмотрим что-нибудь нет ресторана конечно же сейчас все закрыты но летом здесь очень много народу ресторана открыты продают мороженое и как я вам говорила здесь ой прям все солнце солнце вышло здорово и здесь расположен небольшой музей где представлены традиционные аландийские ремесла вот здесь сейчас тоже этот музей закрыт но здесь вы можете увидеть одежду и обувь из шелка из банановых волокон вот там вот вдалеке видите платье и на этом стенде обувь вот это вот сделано из эта одежда обувь сделаны из банановых волокон но на ощупь банановые ткани с банановых волокон похоже на шелк вышло солнце вот такая вот погода в алании очень 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 переменчивая когда выходит солнце зимой то становится очень жарко на самом деле а когда солнце заходит становится очень холодно вот в этом тоже такая специфика особенность алании в зимнее время но когда выходит солнце сразу можно снимать шар снимать пальто и если находиться на солнце достаточно долго то даже в футболке вам на самом деле будет комфортно поэтому зимой иногда выходишь на улицу в пуховике в шапке выходит солнце и ты не знаешь что делать нужно все снимать потому что становится очень жарко красота здорово что получилось приехать в этот парк потому что мы ездили по делам и я попросила ребят завести меня сюда чтобы показать вам вот такой вот красоту и на самом деле все это было очень очень спонтанно еще раз покажу вам панораму на город когда вышло солнце алания сразу преображается когда солнце только выходит город становится совсем другим ну и конечно же зеленые зеленые холмы горы тоже красота невероятная погода потрясаю я говорила в недавних видео тоже все спрашивают про погоду какая погода когда погода лучше феврале январе феврале марте или в апреле но естественно чем ближе лето тем погода становится лучше и конечно же в апреле намного теплее чем в марте но к февралю конце февраля дожди уже прекращаются и погода постепенно налаживается в январе больше всего дождей идет конечно же в конце декабря в январе месяце поэтому не бойтесь приезжайте в аланию в любое время года даже самый дождливый январь бывает хорошая погода бывает солнечная сегодня я с вами прощаюсь я надеюсь вам понравилось это видео обязательно приезжайте в парк тавшан дамы но и конечно же в аланию в любое время года я желаю всем всего хорошего всем пока пока и друзья появилась радуга знаете что радуга это очень и очень хороший знак также как невесты когда вы встречаете невесту и жениха и так очень хороший знак удачи ну а радуга это очень хороший знак поэтому после того как я с вами попрощалась я увидела радугу и отсюда тоже такая красивая панорама открывается снимаясь на фоне радуги на удачу и желаю удачи всем вам и прощаюсь с вами снова встретимся в новых видео пока пока